К 25-летней жительнице Улан-Удэ приставал в кафе российский военный. По рассказам девушки, к ней её подруге подошёл мужчина в камуфляже и предложил познакомиться. Получив отрицательный ответ, военный возмутился. «У него был какой-то орден или значок нацеплен на грудь, огромный шрам на лице. Видно было, что явно нетрезв. Он предложил мне познакомиться, когда я ответил отказом, страшно возмутился. Он мне дорогу перегородил, кричит друзьям. Смотрите, тварь какая. Я в окопах сидел, а она… Ребята, сюда идите». Потом к нему подошли его дружки со словами. «Девчонки, ну чего вы? Правда, он же не кусается. Ну познакомились бы. Он хороший мужик. Куда вы побежали-то?» Жительница Улан-Удэ в интервью изданию «Радио Свобода». Подобное происходит повсеместно. Так, в Москве на студента напал военный из-за того, что молодой человек не дал ему сигарету. Между тем, сегодня всё больше заведений сообщают, что не будут пускать людей в камуфляжной форме. К слову, в большинстве люди согласны с такой политикой. Боятся неадекватных поступков после выпитого алкоголя. СВО даром для психики не проходит. Надо быть конкретным идиотом, чтобы не понимать, что любая СВО, как теперь принято говорить, повлияет на психическое здоровье человека, участвовавшего в ней. Здесь уже не важно, за вы или против. Цитирует издание «Радио Свобода». Так, в июне 2023-го одетого в военную форму участника войны не пустили в бар в Воронеже. Испытывают страх за свою жизнь и семьи военнослужащих. Один из соседей по подъезду жительницы Улан-Удэ Галины Степановой недавно вернулся с фронта. Раньше была семья как семья, а когда он вернулся оттуда, словно подменили. Примерно раз в две недели он крепко выпивает и начинается. Сначала жестоко избивал жену на глазах у детей. Мы вызывали полицию, они его забирали, но почему-то через какое-то время отпускали, а он даже не успевал протрезветь и снова начинал буянить. Потом и вовсе полицейские отказывались забирать. Говорили, что нужно кому-нибудь писать заявление, иначе не заберём. Понятно, что писать на такого неадеквата никто не захотел. Все боятся мести. Галина Степанова, жительница Улан-Удэ, цитирует издание «Настоящее время». Возвращаются с фронта не только кадровые военные, но и бывшие заключённые. Ранее глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявлял, что в Россию с фронта вернулись 32 тысячи осуждённых. Они получают безусловное помилование после полугода службы. Но сразу по возвращению берутся за старое. Так, в России впервые за 20 лет в 2022 году выросло число убийств и покушений на убийство, сообщает адвокатское объединение «Траумпункт». Среди причин роста – насилие, вернувшиеся с фронта военнослужащие с посттравматическим стрессовым расстройством. Никто не возвращается с войны таким, как был прежде. Это в принципе невозможно. Участие в боевых действиях в любом случае накладывает отпечаток на психику любого человека. Около 20% из тех, кто побывал за красной лентой, не может вернуться к нормальной жизни. У них чётко наблюдается симптоматика посттравматического стрессового расстройства. ПТСР – это клинический диагноз. Эти люди испытывают серьёзные сложности в адаптации к реальной жизни. Появляются различного рода аддикции, зависимость для того, чтобы забыть пережитое – алкоголь, наркотики и так далее. Сергей Нечаев. Имя, фамилия изменены по просьбе собеседника. Психолог из Улан-Удэ в интервью изданию «Настоящее время». Психические расстройства, агрессия, алкоголизм, нарушение сна. Многие психологи связывают не только с пережитыми ужасами войны, но и с тем, что большинство российских военных осознали, что были обмануты своим правительством, что выполняли преступные приказы, а также не смогли получить социальный статус и уважение окружающих. Юлия Грановская для телеканала Фридом.